Здравствуйте, мои дорогие коллеги, подписчики моего канала и кандидаты в подписчики, ну и все неравнодушные и любознательные садоводы и огородники. С вами я, Бабин Иван Васильевич, агроном, садовод. И сегодня, на мой взгляд, у нас будет необычный ролик. Я не буду сегодня вам ничего показывать, что и как делать. У нас это все впереди. Ну и не буду отвечать сегодня на ваши вопросы. То же самое, вся зима впереди и у нас многое, надеюсь, будет на это время. Сегодня я постараюсь исправить ошибку свою. Мне кажется, вот с самого начала, когда я начинал снимать и выкладывать ролики, мне надо было как-то поближе с вами познакомиться, подробно о себе рассказать. С другой стороны, я подумал, а может и к лучшему, что так получилось. Ведь когда все начиналось, подписчиков было мало. И никто меня не знал. И только пробовали подключиться и посмотреть наши ролики. А вот теперь, когда нас уже почти 100 тысяч, я вот так иногда представлю, вот эту огромную армию садоводов, почти 100 тысяч, это сколько много активных, неравнодушных, любознательных садоводов, которые уже подписались. И сколько еще подпишутся в перспективе. Именно сейчас, может быть, будет правильней поговорить на эту тему и поближе с вами познакомиться. И поподробнее рассказать о себе. Кто я, что я, как так получилось, что я вот стал снимать ролики для вас. И вообще, имею ли я на это моральное право. Ну, а начнем мы, как, наверное, обычно традиционно, с чего? С момента, когда 8 апреля 61 года я появился на свет. Родился я в селе Девица Усманского района Липецкой области. В большой семье. У меня еще есть 6 братьев и 2 сестры. Я всегда, когда это на моменты говорю, вспоминаю такую шутку. Есть такая шутка на эту тему. Значит, и было у отца 7 сыновей. 6 умных, а 7 агроном. Ну, вот я, как раз, наверное, тот самый из семьи агроном, который всю свою жизнь посвятил этому делу. Традиционно наше село, где я родился, занималось на своих участках выращиванием лука. Ну, я, естественно, с детства, как и все мои братья и сестры, активно помогали родителям в этом. Но мне, как любому ребенку, хотелось ягод, плодов. Но у нас практически на участке этого не было. Ну, по нескольким причинам. Первое. Экономили каждый квадратный метр. Старались вырастить что-то то, что можно было продать и как-то жить на это. Ну, и второе. Не хватало знаний родителям. Не хватало умения, как правильно посадить и ухаживать за садом. Ну, и проблема была еще и с саженцами тогда. Серьезнейшие были трудности приобрести их. Но самое главное, как правильно посадить и ухаживать. Дело в том, что отец два раза пытался сажать сад, но деревья подрастали, начинали плодоносить и погибали. И никто тогда не знал, почему и что нужно сделать. А я завидовал тем, у кого в нашем селе, в других местах, росли хорошие сады, каждый год полносили, ветки ломались по тяжести плодов. И вот тогда еще в детстве зародилась такая мысль, что когда вырасту, выучусь, стану специалистом, стану селекционером. И выведу такие сорта плодовых деревьев, ягодных кустарников, которые бы росли везде, на всех участках, полносили без всяких проблем. И каждый, кто хочет, мог вырастить и кушать эти вкусные плоды и ягоды. И постепенно эта мечта началась притворяться в жизни. После окончания школы я поступил в 1978 году в Воронежский сельскохозяйственный институт на факультет агрономии, но сразу же записался на кафедру садоводства. И с первых практически дней и до окончания института я был на кафедре садоводства, и практики все проходил, и дипломная работа у меня была по садоводству. И тем очень интересное продление сроков обрезки садов за счет зимних месяцев. Казалось бы, в такие неоптимальные или нетрадиционные сроки обрезки. Я считаю, мне очень крупно повезло, когда я учился в институте, руководителем дипломной моей работы был замечательный преподаватель, очень известный в Советском Союзе тогда ученый, селекционер Венеминов Алексей Николаевич. Он за свою жизнь, работая в Мичуринске, а потом в Воронежском нашем сельскохозяйственном институте, возглавляя кафедру садоводства, вывел очень много сортов абрикосов, черешни, вишни, сливы, именно предназначенных для выращивания в средней полосе России. И Ивлева Тамара Прокофьевна – это научный сотрудник опытной станции АЦХИ, кандидат в СССР, которая была прекрасным человеком и знаток питомников и садоводства. Вот они и передали все свои знания, ну, точнее, не все, но много знаний, и привили истинную любовь к саду. И когда наступил момент защиты дипломной работы, значит, я ее сам написал, дипломная работа получилась очень хорошая, ну, и так получилось, нужно было подпись на титульном листе руководителя дипломной работы. Он тут приболел, Алексей Николаевич, я пришел к нему домой, чтобы показать работу и чтобы он расписался. Он жил в частном доме и как раз находился в это время в саду, любовался своим большим таким деревом, которое у него росло в саду, выведенный им сорт абрикоса, Триумф Северный, это один из самых зимостойких и крупноплодных сортов. Ну, мы с ним пообщались, он тут еще напоследок позадавал разные вопросы, подписал мою дипломную работу, я довольно счастливый, уже хотел уходить. И тут обратил внимание, у него на веранде ящик с инструментами был, и там лежали различные пилы, секаторы. Ну, я увидел там такие старенькие ржавые секаторы, взял и пошутил, типа, Алексей Николаевич, что-то у вас такие инструменты какие-то допотопные лежат в ящике. Вот, он так посмотрел на них, улыбнулся, говорит, ой, стой, подожди, говорит, допотопные, я тебе сейчас покажу секатор. И берет из ящика вот этот секатор и говорит, а знаешь, что за секатор и судьбу этого секатора? Я говорю, ну нет, откуда же я могу знать? Так вот этот секатор, которым сам Мичурин, Иван Владимирович, в свое время работал в саду и обрезал сад. Дело в том, что Алексей Николаевич, мой учитель, в свое время, когда он учился, был учеником в Мичуринске настоящего Мичурина Ивана Владимировича. Вот, и они работали в саду, что-то там практически занятия какие-то были. И он дал Алексею Николаевичу секатор, что-то нужно было там обрезать, сделать. Тот работал и как-то так неаккуратно, говорит, улетела пружинка, потерялась. Ну и Владимирович говорит, пока пружину не найдете, назад не возвращайтесь в аудиторию. Вот, говорит, ну мы долго ее искали с друзьями там, с коллегами, не нашли. Ну и подумали, что промолчим, а он может быть постепенно забудет и больше не будет спрашивать и волноваться. Так оно и получилось. Иван Владимирович забыл и про секатор, и про пружину, и этот секатор остался у него. Вот, и дожил вот он до этих времен, а он мне его передал как память и говорит, возьми, мне он теперь не нужен, потому что Алексей Николаевич в это время уже был как бы консультантом кафедры, ему уже было более 70 лет. Вот, а тебе пригодится как память, значит, ну и заодно, говорит, возьми и мой секатор, и мой, говорит, вот этот секатор, которым я тоже в свое время работал, много обрезал, учил обрезать и студентов, и аспирантов. Вот на нем тут выбито, просматривается, по-моему, 56-й год выпуска. Ну, а этому секатору я не знаю сколько лет, наверное, уже скоро будет лет 100. У меня вообще была мысль их отреставрировать, отчистить, отшлифовать, отхромировать, ну и использовать в работе. Я знаю, что в те времена, в принципе, качественные очень делали инструменты, очень хорошая сталь, несмотря на их вот такой вид и конструкцию такую, тем не менее, они очень были в свое время хорошие. Но потом подумал, зачем это делать, пусть это останется как реликвия, как память, вот в таком виде, как они есть, вот ржавые, это тот, без пружинки, которые так и не нашли. Вот, мне, в принципе, и современных секаторов, которые сейчас хорошие, выпускаются достаточно, которыми я работаю сейчас, вот в роликах снимаю, показываю. Секатор, пил, вот такие современные, хорошие. После окончания института, вся моя трудовая деятельность тесно связана с отраслью садовода. После службы в армии, я поступил работать в плодосовхоз, специализированный под Воронежем, и начинал работу с бригадира, бригадир садоводческой бригады. Потом, через какое-то время, был агрономом, садоводом в этом же хозяйстве, и после этого был переведен в Воронеж, в объединение Воронеж-Сад-Питомник. Такие организации были во всех областях, и, в частности, в Воронеже, в его состав входили 18 специализированных садоводческих хозяйств, совхозов, и Рассашанская зональная плодово-ягодная опытная станция. Это более 13 тысяч гектар садов, несколько миллионов деревьев и ягодных кустарников. И вот я там работал агрономом по питомникам, агрономом по защите растений, а с 1994 по 2000 год, до расформирования всех объединений таких по России, главным агрономом Воронежской области по садоводству. Все эти годы, параллельно работая вот в промышленном садоводстве, я очень тесно был связан с садоводами-любителями. Все мероприятия, которые проводились в области выставки садоводов-любителей и вообще сельскохозяйственной, другие различные мероприятия, я в них принимал активное участие и тесно был связан с садоводством любительским. И отлично знал и знаю все проблемы и трудности, с которыми сталкивались и сталкиваются садоводы-любители. Тем более, свой участок был, сам занимался, делал опыты, там, исследования различные, вот, и поэтому я не понаслышке, а вот именно сам хорошо знал и понимал все трудности, проблемы. И всегда было такое желание помочь садоводам-любителям, особенно пожилым, которые иногда, не зная каких-то элементарных вещей, тратили много сил, здоровья, времени, средств и не получали должного или желаемого результата. Поэтому в свое время, когда вот достаточно большой опыт уже по работе накопился, у меня появилось желание конкретно помочь садоводам-любителям. Поэтому я обобщил все свои знания, знания коллег, ученых, специалистов и издал, ну, планировал серию книг, а одну из них издал по защите сада. Защитить свой сад яблоня, где все основные вредители болезни, которые повреждают в саду, в первую очередь, яблоню, были описаны, красочные картинки и описание этих вредителей болезней. И самое главное, эффективные способы защиты от этих проблем. Все я это сделал, написаны еще книги такие по груши, по кошкам культурам, ну, так получилось, издать я их пока не издал. Но этого для садоводов-любителей оказалось мало. Им хотелось побольше информации и на другие вопросы. Причем вот не как в других книжках толстых написано много, а им трудно было найти именно одну-две строчки ответ на свой конкретный вопрос. Поэтому появилась мысль, и я издал серию брошюр, начиная вот первый выпуск был. Ну, изданы их шесть, планировалось больше, ну, остановился как-то вот на шести основных. Первый выпуск это начинался с планировки участка, что, где, когда и как распланировать, потом что и как правильно посадить, и дальше, как ухаживать все по удобрениям, все, что связано с питанием растений. Ну, и последние две брошюры, это пятый выпуск по обрезке, формированию яблони и груши, все тонкости, хитрости с рисунками, с пояснениями. И самый последний выпуск это обрезка косточковых, обрезка кустарников ягодных и прививка, перепрививка. Эти брошюрки, где 4, где 5 тысяч экземпляров были изданы, разошлись достаточно быстро по садоводам-любителям, и я надеюсь, они им и сейчас достаточно надежно помогают. Да, еще тут важный момент из своей биографии, я как бы немножко перешел к книжкам, А, должно что еще сказать, в 2000 году, когда объединение Воронеж-Сад-Питомник расформировали, я лет 10 организовал семейный питомник и занимался выращиванием саженцев, плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Ну, и вот последние 11 лет тружусь агрономом-консультантом в крупной компании, которой тоже, ее деятельность связана напрямую с садоводами-любителями. То есть, практически все эти годы не прерывалась связь с садоводами-любителями. А с 2000 года и по нынешний день я еще на канале Россия являюсь автором и соведущим замечательной передачи для садоводов-любителей «Сезон забот». Вот в марте следующего года будет 22 года, как эта передача еженедельно выходит в эфир или один, или теперь вот сейчас два раза в неделю, где мы снимаем ролики, подробно показываем, что, когда и как делать, и отвечаю на вопросы, которые садоводы-любители присылают. За эти годы были получены тысячи писем. Сначала обычных писем, потом стали вот и электронные присылать, и по телефону звонить, задавать вопросы. Сотни тысяч вопросов мы осветили в этих передачах, ответили, рассказали и, надеюсь, реально помогли. И передача все эти годы находится в тройке самых рейтинговых передач на Воронежском телевидении. Смотрят и соседние области, кто граничит с Воронежской областью. Ну, и получилось так, что с каждым годом у меня знаний, практического опыта накапливалось все больше и больше, а у садоводов-любителей, к сожалению, вопросов, проблем не становилось меньше, не уменьшалось. Поэтому назрел вопрос еще как-то более конкретно помочь садоводам. Поэтому я обобщил свой опыт и издал справочник новой «365 удачных дней садоводов». Это вот, наконец-то, сбылась моя мечта. Я давно хотел сделать такой справочник, чтобы и опытный начинающий садовод в считанные минуты, не копаясь в толстых книжках, не обращаясь в интернет, потому что не у всех такая возможность есть, мог найти ответ на любой вопрос, причем в любое время дня и ночи и в любом месте, в саду, по дороге, на дачу, где угодно. Здесь в нем описаны 52 культуры основные, которые у всех растут на участках. Плодовые деревья, ягодные кустарники, овощи, зеленые культуры и розы. Все основные работы, которые нужно делать в течение года и всей жизни по этим культурам, причем я их разместил по пунктам и буквально очень коротко, одна-две строчки, то есть ни одного лишнего слова, все четко, конкретно, что, когда и как делать. И плюс, к каждой культуре есть на странице вот такой график-календарь, по которому мгновенно любой человек, взявший в руки этот справочник, определит точно, когда в его местности, где он занимается садом и огородом, выполнять те или иные работы. Вот сейчас уже недавно издано четвертое издание этого справочника. Издаем по 4-5 тысяч, он расходится среди садоводолюбителей. И сейчас я получаю очень много добрых отзывов и благодарностей за этот справочник, потому что у кого она есть, она реально помогает найти ответы на любые вопросы и решить все проблемы. Кстати, и вы, кому захочется ее приобрести, ее легко можно приобрести на Озоне. Но жизнь на месте не стоит, и в последнее время выяснилось, что одной информации из книжек недостаточно. Садоводы хотели вживую видеть своими глазами, что, когда и как правильно делать. Поэтому появилась такая мысль создать канал на ютубе «Дача без проблем», снимать регулярно ролики и показывать вам конкретно, в какие сроки, что, когда и как делать. И вот этот канал постепенно набирает популярность. Уже, как я говорил, почти 100 тысяч подписчиков. Я надеюсь, с вашей помощью, с вашей поддержкой я и дальше буду развиваться и улучшать и качество съемок, и главное, доводить до вас в очень сжатой такой форме конкретную четкую информацию, как правильно обрезать, формировать деревья, как правильно сажать. И многие другие работы, которые по книжкам, по справочникам не всегда вам удается понять и правильно потом все это сделать. Я считаю, что в свое время полученный мной диплом ученого-агронома-садовода, богатейший опыт, накопленный во время работы в промышленном садоводстве, опыт, накопленный из многолетнего общения с садоводами-любителями, ну и свой личный опыт, потому что с детства на участке я сам все сажаю, выращиваю, испытываю, изучаю, формирую, обрезаю. То есть весь мой накопленный богатейший опыт дает мне основание и моральное право делиться им с вами. И теперь в основном через канал Дача Без Проблем. Я думаю, вы с этим тоже практически все согласны. Поэтому я хочу от всей души поблагодарить всех, кто на мой канал подписался. Всех, кто еще раздумывает, обязательно подпишитесь, чтобы вы не пропускали полезной, нужной для вас информации. И вы поактивнее себя ведите в том плане, что оставляйте комментарии. Не стесняйтесь, задавайте как можно больше разных вопросов. Не стесняйтесь того, что вы чего-то не знаете. Это не беда. Вы каждый специалист в своем деле. А с удовольствием вы имеете право чего-то не знать, не уметь. Вот у нас будет возможность при таком общении все эти вопросы как бы снять. И я, зная ваши проблемы и трудности, буду стараться снимать ролики и отвечать на вопросы, которые интересуют именно вас. Ну и еще такая просьба будет ко всем. Задавая вопросы свои, вот четко формулируйте ваш вопрос, вашу проблему, с которой вы столкнулись. И обязательно указывайте место, где вы занимаетесь садоводством, где вы живете. Чтобы мне было легче сориентироваться и дать вам четкие конкретные советы и рекомендации, которые реально вам помогут решить эти проблемы. Ну и еще напоследок, все кто подписан уже на мой канал, огромнейшее вам спасибо за участие, за комментарии, за вопросы. Ну у вас же много друзей, знакомых и родственников, которые тоже занимаются садоводством. У которых тоже есть те или иные вопросы и проблемы, но которые не знают о существовании моего канала. Подскажите им, пусть они тоже подпишутся и присоединятся к нашей большой уже аудитории, армии активных любознательных садоводов-любителей. Ну а я на этом хочу с вами попрощаться, пожелать вам здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний и мечтаний. Всего вам хорошего и удачи во всем.